Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Divinity Original Sin. Что ж, давайте начнём вот отсюда. Ты жив! А я-то сомневался. Самодель, вот про кого я тебе рассказывал. Лерошина рептилия смотрит на вас с надеждой, хоть во взгляде её и скользит недоверие. Хан сказал, ты помог ему сбежать из порт-радости. За это я тебе благодарна. Говорим, что по правде говоря, это Хан помог нам. Мы помогли друг другу. Нам, колдунам, сейчас лучше держаться вместе. Прошу прощения, не встречался ли тебе человек по имени Гаррет по пути сюда? Эм, нет, качаем головой. Мы не встречали никакого Гаррета. Он, он вернётся, Самодель. Я знаю, он должен. Да, он должен. Нам нужен наш лидер. Если он в скором времени не вернётся с подмогой, мы погибнем. Ага. А спрашивая, можем ли мы как-нибудь помочь? Спасибо за предложение. Лучше поговори с оруженосцем Гаррета, Экстером. Уж он-то сообразит, где ты принесёшь больше пользы. Давай посмотрим, что там у тебя с ногой, Хан. До встречи, Шкипер. И хорошо, что ты здесь. О-о-о-о, стоп-стоп-стоп. Эм, а поторговать? А поторговать. Самодель полностью сосредоточена обработкой раны на ноге Хана. А, у неё, смотрите-ка, есть огненные штучки. Это хорошо. Само возгорание. Э, спасибо. Ну, нет, это нам, к сожалению, не поможет, но давайте осмотрим ещё. Вот этот чудный город и... Опа, бесплатные вещи. Я видел белые вещи, а белые мы можем свободно брать, правда? Правда, там всякие обломки, но они тоже стоят денег. Порванные кожаные перчатки. Экзотический скимптор. Второй полный доспех. Наковальню мы, кажется, не утащим. Интересно, мы сможем что-нибудь сделать на наковальне? Ну, типа, может, у нас есть какой-нибудь рецепт, чтобы починить всё это? То не похоже. Обидно. Таки, ладно. Чуве. Мрачный мужчина перекапывает гуру из корёжного оружия, откладывая то, что ещё можно починить, и выбрасывая бесполезное. Он подбирает рапиру. Клинок её треснут и зазубрин. Рукоять погнута. Э. А, говорим, что вид сломанного оружия печалит нас, как ничто другое. Спрашиваем, важна ли для него эта рапира. Он подносит к свету повреждённый клинок. Это был клинок Халорн. Первый и последний. Халорн не собирался здесь умирать. Но так уж сложилось. Он был обычным человеком с сердцем героя. И умер он за свою веку. Берём рапиру. Отмечаем, как клинок изогнут ближе к острию. Скидываем оружие и с силой наносим удар плашмя по кромке стола. Кончик отламывается, оставляя зазубренную кромку. Теперь оружие стало короче, зато смертоноснее. Возвращаем рапиру обратно. Ты кто? Пожимаем плечами. Мы лишь ещё одна изломанная душа, нуждающаяся в исцелении. Киваем на прощание и отворачиваемся. С собственным удивлением он обнаруживает, что держит оружие на изготовку, как для боя. Улыбнувшись, она откладывает оружие и возвращается к работе. Так, а у него, ну, некромантия и призывательство. Здорово. Будем знать. Ну, в какой-то момент мы у него, возможно, одолжим. Одолжим парочку вот этих книжек. Ибо не помешают. Давайте посмотрим на нашу карту. Может, у нас где-то появились... Опа. Конецная пещера. Есть что-то таки. Что-то таки есть. А, мы не поговорили вот здесь ещё с парочкой персонажей. Давайте с ними тоже поговорим. Матис. Ящер прижимает к боку тряпицу, пропитанную алым. Заслышав шаги, он поднимает на вас удивительно спокойный взор. Хм, с ним не поторгуешь. Чтоб он трава. Прошу вам, что с ним случилось. Магистры. Они обнаружили наш старый лагерь у гавани и обрушились на нас всей мощью. Мне можно сказать, повезло. Стрела попала. Хм. Говорим, что магистров мы видели. Они сильны, но не непобедимы. Как же они сумели нанести такой урон? Магистры обрушились на нас не только с мечами и копьями. Нет, у них было другое оружие. Живые люди, лишённые стока, распятые. На них было жалко смотреть. Пока. Пока. Это мощь, которую они на нас обрушили. Мы были бессильны. Оставалось только бежать. Вопящие так они их называли. Я до сих пор слышу эти крики. Чешу я от них дыбом. Сергарет пытается придумать, как их одолеть. Будем надеяться, что он преуспеет. Друг, а вот это тебе поможет, интересно? Опа. Длительное касание. Ну-ка, дневник. Ха. Мы исцелили мать оса. Мм, может он нам что-нибудь за это спасибо скажет? Я... Я извлечён, спасибо. Но тебе бы стоило с первого заняться другими. Они куда ближе к чертогам эха, чем был я. А мы... А я готов. В принципе, у меня душа добрая сегодня. Да и вообще. Клаус. Ты... Ты исцелил меня. Как ты... А, неважно, плевать как. Главное, что я ещё дышу. Говорим, что нам это было несложно. Спрашиваем, что с ним произошло. Я мало что помню. Едва успел сообразить, что происходит, как меня ранили. Последнее, что я видел, это чудовищ вопящих. Тоже ничего нет. Магистры заплатят кровью за всё, что они сделали с нами. Будь тут моя матушка, она бы уши мне надрала за то, что я не могу тебя отблагодарить как следует. Впрочем, думаю, трёпка от алых сойдёт мне за наказание. Вот, возьми это. Хоть что-то. Спасибо. Умоляю, верни их всех из-за грани. Да, фуф. Конечно. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. О, мои раны зажили за мгновение. Я не думал... Я был уверен, что... Спасибо. Ну, это нам ничего не стоило, и спрашиваем, что с ним случилось. На флагмане магистров были баллисты. Они разнесли наш корабль в щепки. Пусок нашей мачты пробил мне бок. Мне повезло, что меня дотащили сюда. Особенно после того, как я увидел, что магистры делают с пленными. Воспоминания вызывают у него дрожь. Они превращают пленников в опящих. Это изуродованные, распятые создания, уничтожающие всех на своём пути. И с ними ничего нельзя сделать. Хотел бы я как следует отблагодарить мою спасительницу. Это всё, что я могу предложить. Да, здесь немного, но, может быть, оно тебе пригодится. Спасибо. О, нам книжку дали. Нам дали книжку, я видел. Поджёг крови. При получении урона удара враги стекают огнём. Снижает сопротивление огню на 20%. Также под каждой целью разгорается небольшое пламя. У-у-у, прикольно. Прикольно. Ага. О самом деле мы уже поговорили. Ну, сделали пару благих дел. Они, они поправятся? Спасибо. Спасибо. Благодарение богам. Хе-хе. Да. Опа, выберите награду. А что ж. Ммм, ну как награды. Давайте по цене выберем. По цене лук самый дорогой. Но, в принципе, мы могли бы жезл взять, потому что... А, у нас, по-моему, послабее будет. Ну, добрые дела. Видите, они награждаются. Когда добрые дела награждаются, приятно. Опа, вот, вот, смотрите, оно... Ремонт. Чпок. Ух ты. Мы смогли бы починить. А, приятненько. Поножи. А, поножи. Нормальные причём. Ну, на нашем персонаже сопротивление огню, ну и ладно. А вот фейн требует силу. Кто у нас... Ну, ты можешь так сказать, ну вот, уже бронюшка как бы появляется. Уже всё это посерьёзнее. А вот, 8-9 водой, 6-9 ядом. Ну, естественно, 8-9 водой будет поинтереснее, хотя у нас... А много всякого поджигательства будет в какой-то момент. Почему у нас вот здесь обозначено... Убежище. Гарретт, пожалуйста, вернись. А, а вот с ними мы говорили? Кажется, нет. Гном стоит рядом с молодой женщиной. Он не сводит с неё глаз, что-то шепчет и негромко напевает ей на ухо. Она смотрит в пустоту невидящим взором. Ну, всегда стоит посмотреть, что они предлагают на торговлю. Кровь и кости, огонь и дым. Смерть. И то, что хуже смерти. Тихо, тихо, Лея. Никто тебя больше не обидит. Ты в безопасности. Гарретт вернётся, и мы отправимся домой. Я уверен, всё будет хорошо. Женщина потирает шею. Ногтями она царапает кожу и тихо поскуливает. А спрашиваем, что она делает со своей шеей. Заслышав ваш голос, гном сдрагивает от неожиданности и хватает женщину за руку, потом расслабляет. Новые лица. Надеюсь, хоть тебе не слишком от магистров досталось. Насчёт шеи. Она вспоминает этот треклятый ошейник. Она его тоже носила. Нам повезло, что она умеет их снимать. Благодаря ей много колдунов обрелись по воду. Ага. А улыбаемся ей и отмечаем, как им повезло, что с ними оказалась такая талантливая колдунья истока. Ну, мол, улыбается, тепло глядя на Лею. Что да, что да. Он гладит её по волосам. Лея упирается лбом ему в плечо и что-то негромко бормочет про Гаррета. А спрашиваем, чем Гаррет так важен для Леи. Мы шли с караваном в Форт Радость. Блестящий ошейник и всё такое. Гаррет с искателями устроили на караван засаду и вызвали нас. Избавили от этого кошмара. Но теперь он ушёл искать оружие, которым можно одолеть вопящих. А мы тут просто сидим и думаем о Пробуждённом, которого так и не сумели спасти. Мы уже слышали это слово. Спрашиваем, что конкретно он имеет в виду под Пробуждённым. Из кусков целое. Из их прошлого наше будущее. Из их веры. Наша надежда. Мелочи не важны. Она в главном права. Пробуждённый — это наша надежда на то, что появится новый Божественный. Тот, кто заменит Люцины, даст отпор от щадия. Тот, кто восстановит порядок и защитит исток. Хочешь знать больше? Поговори с Эстером. Интересуемся, как они узнают Пробуждённых? Есть разные способы, но я мало что об этом знаю. Мне только одно известно наверняка. Они как-то связаны. Ищадия чуют Пробуждённых, как никто другой. Стоящие псы в волчьих шкурах. Э. А, содрогаемся. Мы видели столько ищадий, что на всю жизнь хватит. Ну, ё, пожалуйста. Зубы в море, зубы в болоте, зубы в воздухе. Да, их тот уйма, но тревожится не о чем. Гарретт скоро вернётся. И мы домой отправимся в два счёта. Ягнёнок хвостиком тряхнуть не успеет. Интересуемся, почему Лея так заинтересована в Гарретте? А, ну, это уже было. Ладно, оставляем их в покое. Дом начинает негромко напевать. Сидящая женщина медленно покачивается в такт. Я так и не понял, это она снимает ошейники? Всё то же самое. А, ну, давайте, что делать с шеей? Ага, она его тоже носила. Она умеет их снимать. Угу. Ага, кивай, мы говорим, что он ещё неудобный. Не может ли она снять его, пожалуйста? Она отводит глаза и смотрит в пол. Сейчас её просить насчёт ошейника нет смысла. Бедняжка не в своём уме, когда Гаррета нет рядом. А, можем ли мы ей чем-то помочь? Хорошо, а гном не поможет. Прости, друг мой, я тут совершенно беспомощен, как и ты. У меня нет такой силы, я разве что напевать могу, чтобы она была поспокойнее. Гаррет единственный, кто может привести её в чувства. Без него она, но... Другом кладёт руку ей на плечо. И сжимает, когда у неё по лицу начинают катиться слёзы. Хорошо, говорим ли ей, что ей повезло иметь таких хороших друзей и уходит. Благодарю за доброту, друг. Так, ну, как минимум мы приблизились к решению нашей проблемы с ошейником. То есть у нас тут отметилась на карте Лея. И тут есть некий спуск. Ну, полагаю, что если мы тут размотаем дорожку, ничего страшного не произойдёт. Опять же, какие-то ракушки, но я так чувствую, что в какой-то момент... О, и вот дорога, кстати, к той самой мутной пещере. А здесь саламандра пустоты. Зашибись. А я так подозрел, что не самые дружелюбные эти ребятки. Вот наверняка. Да? Ну, судя по количеству мёртвых магистров, нам предстоит бой, причём такой бой боёв. Я твоя любовь к смерти, приди же в братские объятия. Приди оплатить свой долг, приди встретить свою кончину. Началось. А мы все кучей встали, естественно. Гибельная саламандра пустоты. Ну и сейчас будет гибельным, да? И давит в шар, естественно. Окей. Друже. Призывай к своего вот этого покемона. И покемона стоит бафнуть насыщением силы, чтобы он попробовал, ну, застанет вот эту парочку. А теперь давайте куда-нибудь прыгнем. Вообще, конечно, было бы здорово прыгнуть на возвышенность, но... Те возвышенности вне зоны видимости. Ну, хотя бы отпрыгнуть от наших, чтобы... Хотя, ему-то можно было и в яде стоять. Я вот ещё подумал. Смерч. Нет. Ну-ка, ран, вот сюда. Опа. Да. Уй. Получили. Ну, хорошо, но зато сейчас смерч попадёт по обоим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Карамба. Так. Ну что ж. Опять же, я думаю, мы повторим вот этот же фокус. То есть призовём покемона. Покемону дадим насыщение силы. Это явно тот способ действия, который может работать. И давайте бафнемся. Так. Чё у тебя? О, у неё много... Ну, в смысле, много этого. Много брони. Ну, ладно. Попробуем всё-таки. Ну, может, вот так хотя бы. А? Оглушили? Не оглушили? Я так чувствую, что не так просто нам будет с этим шаламандрами справиться. Окей. Она уже стоит в яде. Настало время сделать наше вомбо-комбо. Мы можем, кстати, ещё каменную броню кинуть на Лоуся. Потому что та себя чувствует не очень хорошо. Ну что ж. Давайте. Вомбо-комбо. Раз. Ага. Теперь. Адрена... Стоп. А, мы не в яде стоим? Нифига. Или мы только что убрали яд? Ладно. Загрязнение. Фок. Первый пошёл. Дальше. Адреналин. На себя. Так. Тепереча. Пронзание. За единичку. Вообще ништяк. Получите, распишитесь. Ха-ха. Далее. Дрожь земли. Ещё разок. Путы. Отлично. Каменный удар за единичку. А вы что думали, легко будет? Натя вам. И... Бросок песка. Получайте. Оба ослепли. И каменная броня. Ну, на лоусе. Да. Потому что лоусе немножко досталось. Вот чего может геомансер. Злой. А здесь у нас бычьи рога. Ну, кстати, мы можем доспех мороза заюзать. Он, в принципе, нам не помешает. Немножко маг брони так получим. Так, и теперь, что у них с броней вообще? Чё-то слишком хорошо у них с броней. Ладно. А тогда бычий пробежал. Бычий пробегай. Опа. И... Давайте жажду вампира. Кинем. На этот ход. О! Раз. И ещё. Яд. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Экс. Ну что, надо максимально броню сбивать гадам. Вот это, конечно... Вот этой саламандре мы сейчас, в принципе, собьём всё. Да? Сбили. А я так думаю, что пока что наш приоритет — это сбивание брони. Потому что как только мы собьём броню, мы сможем этих гадов встать. Эй, а как же слепота? Чё-то слепота-тра-та-та. Хм. Отойти мы не можем. Ну, хотя бы излечение на себя кинем. Раз. Ай. Получим атаку по возможности. Так ли это критично? Эээ... Ну, не очень критично. Ладно. Но зато теперь мы вот эту гадость можем поджечь. Да, даже не только эту гадость. Красный павеинт. Ну... Так. Девчуля. Ну, тебя чё? Она всё своё комбо как бы влила. Да? У неё ничего и не осталось. Остаётся только... Курять-ковырять. Что ж... А... Действия три. Но, в принципе, если нет разницы, давайте пытаться сбить... Ай. Броню. Ммм... Хорошо. Отравленный дротик кинь. Опа. Отлично. Отравили. И вот эту ещё шлёпнем. Прекрасно. А, Фейн. Фейн, может, вот эту Саламандру куда-нибудь нафиг отправить? Она в путах? А куда мы её можем отправить? А вот сюда. А, выберите цель. Саламандру. Или типа в путах мы не можем. В путах мы не можем. Сами себе помешали. Зашибись, но у нас пять очков действия, а до огня далеко. Ладно, вот этой попробуем снять броню. Всё-таки. Сняли. О, отлично. Так, а что мы можем сделать? Ну, вот этого нет в магической броне. Давайте вот так сделаем. И что-нибудь ещё? Может, какую-нибудь грену кинем, а? У нас же есть некое количество этих самых гранат. В общем-то, если и было хорошее время на то, чтобы их применить, то, наверное, сейчас самое то. Ни одна граната. Флакон с ядом. Бутыль с маслом. Давайте вот сюда кинем. Радуйтесь. О! Так, а мне нужна помощь. Ну, явно, да. У нас, кажется, были всё-таки какие-то бутылки лечебные. Раз. Два. И поскольку она не фанат стоять вблизи, давайте отойдём. Поднять щиты уже не успеем заюзать, но хотя бы отошли. Красный принц, у тебя есть какие-нибудь станы? У него есть станы. Давайте вот так. Лобысь. Одну за нокдаун или тварюгу. Тут ещё есть физброня. Вот у этого нет физброня. Ну, ладно, давайте попробуем вот так. Ай. Элькарнат пропал. Ну, вот эта тварюга пошла в обход, к счастью. Фейн. А, вот у этого нокдаун и окаменение. Ну, тогда вот этого надо добивать. Ну, как минимум, броню сбивать. Чтобы, если что, красный принц сумел его как-то повредить. Так. А здесь у нас что? В принципе, этой саламандре мы можем просто вмазать посохом. Мы можем и магическим посохом её фигануть. Немножко. А, ну и всё. Ну, давайте потушим наших. Чё, сибила горит? Некропламя. Ага, не восприимчивость к эффекту влаги. Плохо. Тихо-тихо-тихо. Оп. И окаменел. Не окаменел. Вот дрянь. Так. Из сию есть нехорошо, но, как минимум, вот эта штука будет ходить когда? Относительно скоро. Я не знаю, красный принц добьёт её или нет. Поэтому давайте попробуем слепоту сюда привнести. А вот сюда привнесём немножко огня. Готов. Фух, этот готов. И поднять щиты. Всё-таки это нам надо. Так. Далее. Красный принц. Ну что, ещё разок бычий бег. Так. И хлобысь вот такой. Я так понимаю, да. Он с каждым ударом потихоньку лечится у нас. Ух. Фуа. Так. А у Фейна была первая помощь. Ты можешь как-нибудь? О, подсобил. Смотрите-ка, смог подсобить. Прекрасно. Один момент. А, что ж, Фейн. Ну, Фейн может немножко подойти. Попробуем что-нибудь так сделать. А, наши вроде более-менее восстановились. Только брони немножко не хватает. Но в целом мы готовы с той саламандрой сразиться. А принц наш отходит вот всю дым. И смело себе ещё раз кидает водный доспех. Ну, магический панцирёк. Так. Ты к нам пойдёшь? О, она пошла наконец-то. Она пошла через пламя. И в Красного Принца кидает бяку. Ну. Не боится огня. Такая... Такая чёткая шаламандра. Ну ладно. Я вот думаю, у неё нет брони. Интересно, мы можем её поднять? Такие. Можем её поднять и кинуть... Прям в огонь. Если Красный Принц сможет её застанеть. А давайте посмотрим у Красного Принца какие-нибудь скиллы вообще. А есть наготове? Нет особо. Тогда давайте повременим с этим. Потому что, в принципе, Красный Принц себя чувствует нормально. Да, то есть мы с вами можем спокойно понаносить этой дряни ещё урона. Да? На Лоусе. А у неё отлипло ли... У неё отлипло исцеление. Вот беда только в том, что... Чуть-чуть вот сюда придётся отойти. А, не дотягиваемся. Ну ладно. Исцеление. Просто у Сибилы есть броня. У Лоусе брони нет. Поэтому, наверное, Лоусе на себя это заюзает. Ну, просто запустить кулдаун, по большому счёту, а остальным мы не дотягиваемся. Красный Принц. Ух, родной. Отходи вот сюда. Тебё всё равно врага привезут. Тогда надо будет. Я думаю, заюзаем вампиризм, потому что как только... Вот эта саламандра к нам прилетит, мы начнём её колбасить. Ой, ой. Опять в Красного Принца. Угу. Конкретно, я так смотрю, эта дрянь его не любит. Ну ладно. Сейчас. Вот сюда его, да? Ну, куда-нибудь поближе к Красному Принцу, но так, чтобы его не задамажить этим. Оп. И что? И призовём Фамильяра. А Фамильяру ещё и насыщение силы дадим. Чтобы как бы точно с этой дрянью справиться. Вот. А Инкарнат теперь... Урон ядом нет. Таран. Опа. Есть. В нокдауне. Отлично. Эх. А теперь я жалею, что лечение просрал. Потому что вот сейчас бы Красному Принцу 15 хп, но он, наверное, не сгорит. Скорее всего, не сгорит. Но кто знает. Но у нас есть два Инкарната. И в случае что, я так думаю, они должны хорошо по щам бить. И вот этим Инкарнатом я не буду сейчас тратить наш нокдаун. Во, Красный Принц. Отлично. Вампиризм у него работает. Ну что ж, родной, лечи сам себя. У тебя выбора особо нет. О, как он хорошо себя лечит-то. Хе-хе. А если щупальцем? Опа. Ху. Справились. Позволь меня, мне тебя исцелить. Позволь мне тебя оградить. Найди меня. А, только вот в пену надо отойти, нет? Непонятно. Ну, нормальные такие саламандры. Саламандры пустоты. А вот этот огонек нам может потушить, а? А то, а, все, он сам потух. Прекрасно. Ну и, к счастью, нам дают способ отдохнуть после всего этого. Фу, хороший бой. Вот, реально, неплохо было. У нас, видите, персонажи потихоньку, ну, по крайней мере, Сибила в этом бою. О, амулет пустоты. Опа. Опа, опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Один с магической брони, плюс одна ловкость и плюс один дальний бой. Вот в пену будет здорово для начала, но только сначала надо снять ошейник. А, а тут еще и мертвый искатель. Вообще, я так смотрю, тут веселое побоище у них было. Звездная травка. Мм, дотянемся. Я что-то вижу. Да тут все что-то видят, дружи. Ракушечка. Ракушечка. Я не знаю, нужна ли нам бочка с водой, наверное, нет. О, покопаемся. Здрасте. Что там? Оп. Опа. Кольцо интеллекта со слотом под руну. Вторая кожа. У, плюс один ловкость, плюс один мастерство охоты. Это, правда, сопротивление к яду. Хотя в теории, в теории Фейну, чем больше сопротивления яду, тем больше он от него будет лечиться. Да, то есть сила 11. Здесь ловкость 11. Ну, перчатки телепортации. Кому мы сейчас напялим еще? Давайте их дадим, ну, видимо, лоуси их унаследовать. Так, и вот это я 200. То есть 200 это предел, к сожалению. Плюс один интеллект. Ну, вот сюда. Оп. Прекрасненько, слушайте. Прям магнифик. По-другому и не скажешь. И шлем. Опа. А что у нас на красном принце? А, плюс одна сила. Прелесть. Просто прелесть. Слушайте, а апгрейды... Так и прут. Ну, и вот сюда мы можем вот это переодеть. Прикольно. Вот так шли-шли, хоп, заметили кучку. А там неплохие вещи внезапно. Здесь, смотрите-ка, еще кроме саламандр всяких, там и жемчужина. Дофига всего интересного. И плюс есть некая пещера. Что это за колдовство такое? Я опасаюсь, по правде говоря, идти в пещеру. Там горящий историк. Уф. Давайте еще чуть-чуть осмотримся вот здесь. Там, где мы саламандр нашли, потому что я что-то как-то неуютно себя чувствую, когда нам предлагают войти в дунжон. Там, кстати, еще кто? Вот здесь. А, нет. Здесь скелет гнома, скелет человек. Но все указывает на то, что здесь были в какой-то момент прям побоища. Причем побоища мощные. А вот там мы, кажется, с вами сражались уже. То есть там мы нашли с вами исчадий. И как хорошо, что мы после этого не пошли вот сюда дальше. Потому что найдем мы вот этих саламандр. Белка. Такой ужас. Жуть. Огонь. Бабах. Молния. Шкварк. Ага. Просим белку поделиться с вами своей проблемой, чтобы вы как можно скорее с этим разобрались. Сперва солнце. Потом внутри темно. Вокруг есть этот шум. Столько шума. Ляск. Сон скрежет рев. Я спряталась в дупле. Я не дура. Много нагребла на черный день. Но я их видела. Видела блестяшки. Блестяшки? Спрашиваем, что она имела в виду. Блестяшки. Темнота ушла. Снова стало светло, тепло. Видела, как что-то блестело в песке и в грязи. Не могу туда пойти. Саламандры. Они любят мясо. Не хочу и быть мясом. Прошу, нужны ли ей блестяшки. Не ем блестяшки. Но люблю на них смотреть. От них радость. Так, ну давайте скажем... Блестяшки. Нет, стоп. Ага. Просим успокоиться. Дальше. Она явно видела сражение. Просим рассказать подробнее. Громко. Огонь и железо. Бах. Трах, тарах. Пыщ, пыщ. Тепло было. Потом стало холодно. Никому не осталось. Только саламандры. Они любят мясо. Я видела блестяшки. Целых четыре. Круглые. Темнота ушла. Снова стало светло. Тепло. Видела, как что-то блестело в песке и грязи. Говорим, что саламандры мертвы, так что беспокоиться не о чем. Ура, ладно. Надеюсь, ты найдешь блестяшки. От них радость. Ммм. От блестяшек радость. Ну, мы что-то же нашли. Это были блестяшки? Я забыл, сколько там было их. Ну, давайте еще чуть песок осмотрим. Хуже от этого не будет. Наверное. Вот отсюда мы пришли. То есть, если там были блестяшки, мы бы их видели. Умбрия. Умбрия вряд ли блестяшка, как блестяшка классифицируется. Ну, предположим, что блестяшки мы нашли. Потому что мы же что-то раскопали. Ну, и блестяшки были хорошие. Да. Спасибо за наводку, белочка. Хотя было даже поздновато. Окей. Мы подошли к входу в пещеру. Тут какое-то колдовство. И я думаю, что продолжим мы уже в следующий раз. Посему спасибо Дахармсу, Мишу Лебедеву, Юджину Вольну за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо за компанию в прохождении. Увидимся в следующем эпизоде. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...